Александра Маринина. Тьма после рассвета. Елена Андреевна с огорчением смотрела на большой стол. Еще совсем недавно, каких-нибудь пару часов назад, до прихода гостей, стол был произведением искусства. Даже блюда расставлялись с учетом сочетаемости цвета. Например, розетки с красной икрой ни в коем случае не должны были стоять рядом с селедочкой под шубой. Светло-красное плохо смотрится рядом со свекольным бордо. И между ними непременно должно находиться что-нибудь светлое. Скажем, слезящийся жирком балычок или осетринка горячего копчения. Стол был продуманным, нарядным и богатым. И Елена Андреевна Смелянская по праву гордилась своей репутацией хлебосольной и умелой хозяйки. Любила принимать гостей и ловить на себе восхищенные взгляды участников застолья. Сегодня пятнадцатая годовщина свадьбы. И по традиции они с мужем собирали тех, кто когда-то присутствовал на их бракосочетании. Жених был постарше. Гости с его стороны в основном товарищи по работе да парочка бывших однокурсников. А молоденькая невеста пригласила задушевных подружек. Со временем отношения с теми подружками остыли и распались. Осталась только одна, одноклассница Танюша. И ее Елена Андреевна звала в гости каждый год. Карьера мужа, да и самой Елены, шла в гору быстро. Товарищи коллеги тоже становились солиднее. На месте не сидели. И с каждым годом Танюшка со своим семейством смотрелась в этой компании все более и более народным телом. Елена это видела, но ей даже в голову не приходило, что можно не позвать подругу на годовщину. Во-первых, Татьяна очаровательная женщина. И Михаил Филиппович, начальник управления в Минторге, без пяти минут заместитель министра, совершенно теряет голову и откровенно флиртует с ней, невзирая на присутствие Таниного мужа. Елена даже подозревала, что он и в гости-то к ним приезжает исключительно в надежде повидаться с подружкой хозяйки. Слабость к ней питает. Во-вторых, дружат их дети, Сережа, сын Смелянских, и Аленка, дочка Татьяны и Олега Муляр. Аленка на год младше Сережи, но девочка умненькая, начитанная и подросткам вместе интересно. Елена даже подозревала, что ее сын немножко влюблен. Рановато ему еще, конечно, всего тринадцать, хотя через пару месяцев уже четырнадцать исполнится. Подростковые влюбленности – чушь собачья. Не нужно обращать внимания. Тем более девочка приличная, из хорошей семьи. Танюша – художница, работает в крупном издательстве детской литературы, сказки и всякие там приключения и незнайки оформляет рисунками. Ее муж Олег – научный сотрудник в каком-то институте. Занимается не то химической физикой, не то физической химией. Смелянская разница не понимала, в тонкостях не разбиралась и потому никак не могла правильно запомнить. В такой семье не может вырасти девочка, которая научит Сережу плохому. Ну, правда же. Когда Елена и Владимир вступали в брак в 1967 году, им даже в голову не приходило, что спустя много лет 10 ноября станет чуть ли не всенародным праздником. Эта дата считалась Днем советской милиции с начала 60-х, но была самым обычным профессиональным праздником вроде Дня строителя, Дня медика или Дня столевара. О таких датах помнят, как правило, только непосредственно причастные представители той или иной профессии. Кто же мог знать, что однажды на всю страну прогремит такой концерт в честь Дня милиции, после которого люди постараются не занимать вечер 10 ноября никакими делами, чтобы спокойно посидеть перед телевизором и полюбоваться на любимых артистов. О том, чтобы перенести дату празднования, Елена даже думать не хотела, но сочла, что если звать гостей к половине седьмого, то за время трансляции первого отделения можно хорошенько закусить и выпить, сказав все положенные тосты. А дальше уже кто захочет, будет поглядывать в экран телевизора, а кому неинтересно, просто пообщаются. Тем более на кухне теперь стоит второй телевизор, маленький. Недавно вошло в моду в среде обеспеченных людей с возможностями. Все равно в первом отделении только навязший в зубах официоз, классика, народная и просоветская. Самое вкусное бывает во втором отделении. Модная эстрада и остроязычные юмористы. Кто ж мог знать, что в этом году концерта не будет. С самого утра по телеку симфонический оркестр играет минорную музыку. Кто-то из властной верхушки умер, наверное. Но кто именно, пока не сообщают. Гости приехали вовремя. Все собрались, кроме Михаила Филипповича. Лица у всех напряженные, растерянные. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы догадаться. Раз не сообщают ничего, значит, скончался сам. И главный вопрос — кто будет после него? К чему готовиться? Расселись за столом, вяло проговорили какие-то обязательные слова в честь крепкого семейного союза Владимира и Елены Смелянских. Начали нервно жевать, запихивая в себя все подряд, не смакуя, не разбирая вкуса. И никаких восторженных комплиментов хозяйки, которая, между прочим, с шести утра на ногах не вылезала из кухни, занимаясь пирогами, мясом, рыбой, нарезая многочисленные изысканные салаты, украшая каждое блюдо цветочками и листочками, тщательно вырезанными из разноцветных сырых овощей. Никаких предварительных заготовок накануне, все должно быть свежайшим, сегодняшним. В итоге красоты стола хватило хорошо, если на первые полчаса. После этого смотреть на разоренные фарфоровые блюда, салатницы и розетки стало противно. Елена бросила взгляд на сына Сережу, который о чем-то шептался с Аленой Муляр, и повернулась к сидящему рядом мужу. — Надо убрать детей из-за стола, — негромко сказала она. — Все хотят поговорить, а дети уже большие. Незачем им это слушать. — Верно, — согласно кивнул Владимир Александрович. — Еще в школе пересказывать начнут, не дай бог. Пусть идут в Сережину комнату. — Нет, пусть вообще уйдут, — решительно произнесла Елена Андреевна. — Сережина комната может понадобиться. — Для чего? — А вдруг Михаил Филиппович все-таки приедет? Если кто и знает точно, то только он. Даже ты не знаешь, а ты, между прочим, в Мосгорисполкоме не последний человек. Если Михаил Филиппович так опаздывает, значит, у них срочное совещание. И именно по этому вопросу, — добавила она, понизив голос еще больше. — Тебе нужно будет место, чтобы с ним переговорить без посторонних ушей. Ну, не на кухне же вам торчать. Для чиновника такого уровня, как он, это недостойно. Елена решительно поднялась, взяла стоявшее в центре стола блюдо, на котором грустили два последних пирожка. Один треугольный с рисом и яйцом, другой кругленький с капустой. — Принесу еще пирожков, — громко объявила она. — Дети, нужна ваша помощь. Те послушно встали и проследовали за хозяйкой на кухню. Кухня в квартире Смелянских была по меркам того времени поистине огромной. Целых десять квадратных метров. Места хватало и для рабочих поверхностей, и для круглого обеденного стола посередине. Сережа потянулся было к противню, на котором ровными рядами лежали румяные аппетитно пахнущие пирожки. И тут же отдернул руку и опасливо оглянулся на мать. — Берите, берите, — улыбнулась Елена. — Возьмите пакетик и положите, сколько захочется. Самая вкусная еда всегда та, которую съедаешь на свежем воздухе. Чего вам тут сидеть? У нас скучные разговоры про работу, вам такое неинтересно. И на Курино будет. Сходите в кино. Или просто погуляйте. — А мама разрешит? — робко спросила Алена. — Я ее уговорю, — пообещала Смелянская. — Вы пока набирайте себе походный паек, а я пойду к твоей маме и спрошу. — Ура! — радостно закричал Сережка, а Аленка густо покраснела. Елена вышла на длинную лоджию, тянущуюся вдоль кухни и гостиной. Как же им повезло с этой квартирой. В Москве, да, наверное, и во всей стране, дома строят по типовым проектам. А тут проект был разработан специально для дома, в котором квартиры улучшенной планировки получат те, кого простые люди причисляют к небожителям. Известные артисты, писатели, крупные руководители. Уж на что смелянские нерядовые чиновники, но даже им пришлось задействовать все свои связи и возможности, чтобы добиться ордера. А сколько денег ушло на подарки и подношения для тех, от кого зависело решение вопроса? Даже вспомнить страшно. Лоджия, на которую можно было выйти и из кухни, и из гостиной, стала для Елены Андреевны предметом особой гордости. Продолжение следует...